друзья всем привет это я александр антипин а это значит что чтобы на ивлев шеф ченнел я отдельно в рубрике пора что-то принять меня для вас есть рецепт очень интересного чая фишка в том что мы добавим пряный ром до пираты для этого чая нам нужно будет заморочиться только со сливами если вы нам нужно будет сделать варенье я запомнил очень интересную интерпретацию рецепт своей матери которая в детстве готовил для меня и мне очень заходило это сливовое варенье в чистом виде мне слива не очень нравится а что касаемо варенье ребят это бомба у меня убедительная просьба только спелые 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 сливы режем пополам сочные видите течет лучше конечно избавиться от костей я люблю когда слива карамелизуется сахаром и получается вот такие чудные половинки потом эти чудные половинки можно намазать на тост тонкий слой сливочного масла и варенье если в пятиминутка сливу и сахар-песок один к одному по весу я вам еще рекомендую ребят немножко чтобы сахар постоял 10 минут сахар растворится и потом мы дадим огня мы немножко закарамелизуем как видите ложка у меня сегодня барная не забываем про мой конкурс о том что нужно выкладывать мои рецепты у себя на странице в инстаграм отмечать меня ставить хэштег пора что-то принять аксессуары отменяет моих друзей комплекс бар будут у вас не нужно ее давить нужно помешать слива дала сок сахар растворяется пора выставлять температуру если варенье томить на медленном огне получается такая непонятная консистенция когда вы жарите получается желеобразное варенье который классно ребят добавлять куда угодно все знают розмарин и добавляют его к стейкам мясом к этому жиру этот запах мангала гриля все все вкусно уникальная трава поэтому мужики осталось у вас чуть-чуть розмарина барбекю тусовки а чё нет в чай дадим характеру не только мясу но и нашему чаю вкусу и аромату мешаем чаще интенсивней огонь максимальный аромат нереально варенье готово остынет перелить другую емкость банку холодильник это то что нужно взяли яблочко сезонное небольшое очень ароматное яблоко как и со всеми специями не переборщить кто-то любит кто-то не любит я не заставляю чабреца добавьте или добавьте свою любимую траву средней веточки будет вполне достаточно чтобы этот еловый мощный аромат был ваш чайники ну ты посмотри какие краски кипяток 95 градусов кто любит послаще чуть больше варенье чуть по насыщенным сделаем с точки зрения вкуса сливы 8-10 минут он стоит он немножко дойдет до той температуры комфортной а главное да наверное все мы учили школе и все мы посещали уроки химии температура испарения спирта температура 75 градусов ну плюс минус 50 100 грамм вполне душа и тело прогреется чай готов пора его пить и согреваться запах чувствую отсюда а мне бы хотелось чтобы вы поделились вашей историей из детства вашими воспоминаниями о варенье поэтому пишите комментарии то и как любит или может быть даже готовил варенье которая помнится из детства следующий рецепт не отключаемся смотрим до конца и я озвучу новые условия конкурса идем дальше это второй рецепт я очень долго думал что же такого приготовить чтобы и девочкам и мальчикам угодить французский интересный освежающий напиток крышон французского в переводе означает кувшинчик очень такой уменьшительно ласкательный предмет нашим сегодня еще нам послужит арбуз в этом напитке две алкогольные истории первое из которых это тихое вино а вторая укрепляющий это коньяк это очень вкусно а главное ребят вам будет чем заняться со своей второй половиной я выбрал полосатый арбуз как вы видите внутри он желтый нет желтого арбуза берите обычный красный главное удобной формы средних размеров я думаю что это очень крутой компромисс между двумя полами аккуратным движением руки плоско плоско поставили арбуз можно подложить тарелку можно подложить все что угодно можно ставить так вижу спелый трещит я немного продегустирую дабы ознакомиться насколько наш арбуз сладкий рекомендую сделать вам то же самое чтобы понять сколько в нем содержится сахара режим очень много сахара он сладкий я сделал сегодня медовый сироп из цветочного меда один к одному берем столовую ложку вынимаем мякоть арбуза процесс довольно таки с точки зрения времени затратный не надо его соскабливать прям со всех тенок эту мякоть нет оставляйте немного сыграет только в плюс с точки зрения вкуса остается ее пробить в блендере выливаем коньяк сезон га-лу-би-ки виноград за кислую часть будет отвечать лимон также его отправим он сбалансирует сладкий арбуз где-то дополнит коньяк персики еще есть хочется чтобы они также присутствовали режем вот на такие интересные дольки процесс фильтровки занимает определенное количество времени многие наверное знают что виню верда это молодое зеленое вино она довольно таки легкая из выраженной маленькой газации не стал братья игристое если по каким-то причинам ваша дама не любит тихое вино возьмите бутылочку игристого и будет вам счастья закидываем доверху лед для зожников трезвенников и детей ребят не добавлять соответственно коньяк и вино можно добавить содовой гоняли за половником сгоняли за роксом я уже наполнил предварительно льдом крышен готов а мне бы хотелось замотивировать вас на приготовление данного крышена готовим выставляем хэштег в инстаграме пора что-то принять на своей странице фото видео отмечаем меня мне хочется выбрать самый прикольный с точки зрения визуала контент и отправить вам ящик белого вкусного сухого вина я желаю вам освежаться поднимать себе настроение интересными а главное вкусными напитками подписываться на канал и в левших член ставить лайки писать комментарии участвовать в моем конкурсе с моими друзьями комплекс бар до новых встреч ребят пока пока пока